Сергей Сергеевич, скажите, пожалуйста, вы правда верите в то, что с этой властью, точнее с тем, с той ОПГ, которая сейчас у власти, можно бороться посредством выборов? Я думаю, что надо бороться всеми средствами, которые есть в нашем распоряжении. Выборы одно из таких средств. И было бы абсолютно неправильным от него отказываться. Надо менять власть на выборах. Надо приходить на выборы. Надо помогать агитаторам за ту политическую партию, которая предлагает альтернативу нынешней власти. Надо контролировать избирательную урну. И совокупность всех этих действий обязательно принесет результат. Пусть не сразу, но через определенное время. У нас есть конкретные доказательства. На осенних выборах прошлого года, там, где нам удалось закрыть все избирательные участки, например, в малых городах, мы получили очень высокий результат. Сейчас наши фракции в этих городах реально влияют на ситуацию в них. Точно такой же опыт мы хотим реализовать на выборах в Московскую городскую думу. Я думаю, что у нас есть шанс. Но этот шанс реализуется только в том случае, если нас поддержит объединенная гражданская оппозиция города Москвы. И с этой целью мы предлагаем конкретный механизм, новую технологию, своеобразное ноу-хау, объединенный демократический список, где половина мест будет отдана гражданским активистам. Но ведь считать-то будет Чуров. Никто не пройдет. Я с вами не согласен. Вы знаете, вот очень часто мы такими тезисами сами себя гипнотизируем и тем самым ослабляем. Если мы все время думаем, что от нас ничего не зависит, мы ничего не можем изменить, мы не сможем помешать Чурову, то самими этими мыслями мы помогаем Чурову и нынешней власти. Мы сами себя парализуем. Вместо того, чтобы дать им бой, дать отпор, мы себя убеждаем в том, что победить невозможно. Вы назвали Михаила Прохорова очень опасным человеком, опасным политиком. Почему? В чем ее опасность? Ну, во-первых, Михаил Прохоров – это марионетка Кремля. Это ярко проявилось на президентских выборах. Мы не слышали от него ни одного критического слова в адрес Путина. Он был поставлен кандидатом на либерально-демократическое такое вот электоральное поле вместо Григория Явлинского, действительно независимого кандидата. Прохоров неоднократно заявлял публично о том, что он не является оппозицией. Это первое. Мы с кремлевскими проектами никаких коалиций создавать не будем. Второе. Прохоров – это олигарх. Олигархи в политике или олигархи во власти – это люди, которые разлагают государство. В 90-е годы они разложили. Едва набирающие силы не окрепшее, слабое демократическое государство. Результатом этого разложения стал Путин. Повторять этого трагического опыта нельзя. Нельзя. Олигархи не должны идти в политику. Они не должны быть чиновниками, они не должны быть мэрами, не должны быть президентами. Это принципиальный вопрос. Яблоко было в Государственной Думе все 90-е годы и в начале 2000-х. Почему к власти-то не пришли? Яблоко было во власти в качестве оппозиции. И мы очень много полезного сделали для нашей страны. Мы не позволили реализовать огромное количество вредных проектов. Но силы тогда были и, к сожалению, массовая поддержка на стороне политиков, у которых не было целью построить в России демократическое государство. Поддержку завоевали политики, которые строили в нашей стране сначала олигархию, а потом авторитарный политический строй. К сожалению, на тот момент наше население поддерживало таких политиков, которые, по большей части, ему просто врали. Либо население поддерживало политиков с абсолютно пустой, либо дискорруктивной политической программой типа Жириновского. Я думаю, что все-таки историческая память у нашего народа есть. И все, конечно, будет зависеть от нас. Но мы будем взывать к этой исторической памяти. Не голосуйте за клоунов. Не голосуйте за каких-нибудь новых диктаторов, которые надевают личину демократов. Не голосуйте за олигархов, которые притворяются теми же демократами или даже какими-то социалистами. Познавайте политиков не по их словам, а по их делам. Учитесь отделять ложь от правды. И тогда будет будущее и у России, и у партии «Яблоко». Мне часто приходится слышать о том, что для того, чтобы взять власть, достаточно договориться с какими-то военными и вывести всего лишь там дюжину танков. И провести такую хирургическую операцию, после чего сесть с военными за стол переговоров, чтобы они ушли от власти. И сделать в стране нормальную жизнь. Снова провести выборы и так далее. Как вы считаете, насколько это реально? Ну, я думаю, что в России это вообще нереально. В России, кстати, нет такого исторического опыта, как, например, в странах Латинской Америки. Когда есть традиция такого самостоятельного генералитета или офицерства со своей политической позиции. У нас, к сожалению, высший командный состав проходит такой отбор, который превращает его в абсолютно политическое ничто. А речь о среднем офицерстве? Ну, и среднее офицерство тоже живет в этой среде, к сожалению. У нас этого ничего нет. Не таких вот. Это, наверное, было пресечено на корню в 1825 году на Сенатской площади в Санкт-Петербурге. Это традиция. У нас действует достаточно поставленная система политического сыска в армии, которая унаследована от Советского Союза. И я думаю, что эта система, она у нас гораздо эффективнее, чем сама армия. Вот, поэтому, ну, навряд ли, до тех пор, пока режим не одрехлеет окончательно, вот и совсем, я думаю, это просто невозможно. Потому что армию он контролирует в первую очередь. Армию, полицию и остальные силовые структуры. А когда отрехлеет? Сколько ждать? Я не могу вам сейчас дать этот прогноз. Вот, вообще политик не должен заниматься прогнозами. Это дело экспертов. Но мне кажется, что ресурс нынешней власти находится на грани щерпания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова